Всем хай! В этом ролике я вам расскажу про лучшие настройки RAST на 2023 год и на начало 2024 года. Давайте начнем с настроек самого RAST. FOG 90, поле зрения выглядит он вот так, 70-90. Покачивание камеры выключаем, потому что если мы выключаем, у нас начинается дергать экран, когда мы бежим. Так что ее 100% выключаем. Покачиваем хитмаркер на экране. Это вот, вы стреляете и у вас лазит хитмаркер. Он показывает то, что вы попали по человеку. Так, вспышка при уроне. Мы ее выключаем, потому что если мы ее включаем, когда по нам будет вестись огонь, у нас будет мерцать экран. Нам это конечно не надо, это неудобно. Видимость компаса, но вот это сверху показываются градусы. Если вы хотите своему тиммейту сказать какую-то информацию и вы играете на какой-либо классике, у вас там не будет мета каких-либо. И еще вы говорите по градусам. Так, счетчик кадров вы можете включить. Тут есть разные режимы. Basic. Это когда только FPS. Advance. Это когда FPS, сколько используются оперативки. И Advance плюс Ping. Это Ping, оперативка. Давайте перейдем к интерфейсу. Это размер интерфейса. Я его сделал маленький, ну потому что мне так нравится. Можете сделать больше, как угодно. Вот большой интерфейс. Маленький. У меня вот маленький стоит. Мне вот он нравится. Многие люди в России не знают, как поставить очень громкие головы. Смотрите. Ставим общую громкость. Можете выкрутить на максимум, можете чуть поменьше. Это роли не влияет. Ну вот я выкрутил чуть поменьше на двоечку. И ненормально. Смотрите. Самое главное. В чем секрет громких голов. Надо вот громкость звуков параметра выкрутить поменьше. То есть вот. У меня стоит 0.3, например. У меня вот громкие головы. Если вы выкрутите его на максимум, будут обычные звуки, то есть они будут сливаться с хитами. Вот. Я ставлю на 0.3. Громкость музыки, вот это еще и фигни инструментов. Я выключаю. Потому что я не хочу это слушать, мне это мешает. Музыки, меню и, в принципе, музыки я тоже выключаю. Оставляю только голосовой чат. Режим динамиков. Я ставлю стерео, но можете выбрать что угодно, что вам нравится. Это уже на ваш вкус. Дальше. Перейдем к экрану. Я играю в Full HD. Иногда ставлю 4 на 3. Как поставить кастомное разрешение, я покажу вам чуть дальше. Ограничения FPS у меня нету. Я не считаю этого нужным. Мне все устраивает в Rusty. Ограничить FPS в фон Rusty. Это когда вы альтабаетесь и игра сама ограничивает себе FPS. То есть меньше нагрузки на ваш компьютер происходит. Я это не включаю, мне это тоже не нужно, мне все хорошо. Лимит FPS в меню то же самое. Ну как то же самое, почти. Когда вы в меню сидите, ни на сервере, нигде, вы можете включить эту функцию и у вас будет ограничиться FPS до 60, до 15 FPS. Что-то в таком духе. И у вас тоже не будут тратить никакие ресурсы вашего компьютера. Перейдем к графике. В качестве графики я ставлю Potato. Ну, потому что я не вижу в этом смысла. В чем отличается качество графики? То, что если вы поставите чуть-чуть повыше, у вас будут хорошо скины грузиться. Мне это лично не надо. Я поставил Potato. А так графа практически всегда одна и та же. Масштаб от трясовки. Это главное, что у нас есть в графике. Потому что, если вы поставите 0, то у вас все будет пиксельное. Все вот некрасивое, грубо говоря. У вас все замыли, все пиксельное будет. Ставьте однерку и никогда ее вообще не трогайте. Invedia DLSS у меня не RTX, я его не ставлю. Качество теней я выкручиваю в 0. Каскады теней тоже в 0. Все тени, все частицы воды, вот это все в 0. Шейдеры я иногда ставлю на 116, 113, чтобы чуть-чуть покрасивее были. А так я никогда ими не пользуюсь, грубо говоря. Дальность прорисовки у меня максимальная стоит. Но если у вас проблемы с OPS, то советую вам поставить 1300-1500. На этом уже прорисовка заканчивается. Грубо говоря, вот эти цифры это формальность. Дальность я не выключаю. Я не пользуюсь, я не пользуюсь, я тоже выключаю. Отражение пролакса тоже. Улучшение объектов. Это новая функция в России. Ее ввели недавно, наверное, обновы две, может одну назад. Это улучшенная прорисовка. Например, если вы летите на коптере, и у вас дом будет заранее прорисовываться, а не когда вы уже подлетели к этому дому, он прорисовался, и вы в него врезались. То есть он будет прогружаться заранее. Я лично выключаю, потому что после последнего патча у меня с ним профриза начинается. Деформацию травы я выключаю, потому что мне не нравится, когда трава, ты идешь по ней, она все мнется, колышется. Мне это лично мешает. Ну и она жрет немножко FPS. Тени от травы тоже выключаю, потому что если выключаются тени, например, если вы дроп, ну, выпадет типа какой-то ган, а у вас будут тени, это, ну, сложнее будет как минимум найти ган, и просто это, в принципе, мешает. Ну, лично мне неприятно глазу. Режим NVIDIA Reflex, я включаю ON плюс Boost. Насчет качества модели. В общем, говорю, чтобы у вас, например, вы, если поставите стенку, вы сядете в этот пиксель, который там образуется, то другой человек, если у него не стоит качество объектов на максимум, то он вас просто не увидит. А если он поставит качество объектов на максималку, то у него стенка будет полностью прорисовываться. И всякие вот такие мелкие пиксели будут хорошо прорисовываться, и то есть вас будет видно. Я это выключаю, потому что мне это не особо надо, и я так все вижу, грубо говоря. Вот, а так я тут все выключаю, максимум качество деревьев, включаю на максимум. Объясняю почему. Если вы выкрутите качество деревьев 0, то у вас деревья будут вот такие. И если человек будет сидеть в кустах, в деревьях, то вы его просто банально не увидите. Если вы включаете качество деревьев, его тут будет видно по-любому. Там, не знаю, кофточка какая-то красная появится, или еще что-то. Так, давайте перейдем к эффектам. Эффекты у меня стоят в сглаживании. FXA, потому что для меня это самое нормальное. Оно не пикселит картинку никак. Она плюс-минус по качеству хорошая. Ну и все, в принципе. Насчет выключенных эффектов, если мы их выключаем, то, видите, у нас появляются некие пиксели. Другие, они все мылят. Эффектов, насчет дальше эффектов. Насчет следующих эффектов. Я все выключаю, потому что там всякая фигня по типу глубина резкости, свечение эффект. Это все нам не надо, конечно же. Я лично включаю только резкость. И то есть, видите, у меня картинка резкая, не какая-то мыльная, ничего. Можно включить, конечно, размытие движений. Кому-то это нравится, кому-то нет. Она делает вашу картинку плавнее, но и одновременно она мылит при движении. То есть, вот я ее включаю. И вот, смотрите. Видите, она мылит картинку. Я ее выключаю. Насчет параметров разработки. Я тут выключаю все, кроме вот этого. Эта штука отвечает за то, когда вы будете заходить на сервер, и если вы вдруг попадете там в очередь, один, два, три человека, она будет за вас догружать ассет вармапы. То есть, вы будете стоять в очереди и одновременно догружать ассет вармапы. То есть, загрузку карты, грубо говоря. Ну, вообще сервера, в принципе. Вот. Перейдем к сенсе. У меня сенса стоит одна. Вот, 0,3. 0,3 у меня стоит сенса. И DPI на мышке 250. Сенсу в прицеле я не менял. Она у меня как стоит базово, так и стояла. Вот. Во время прицеля. Это еще со старого раста. Я привык ставить сенсу просто на игру. Сенса в прицеле, она уже скейлится, грубо говоря, под эту сенсу. Потому что, ну, кто-то достраивает вот тут. Кто-то просто вот играет, как я, со старого раста. Я лично вот остался со старого раста. Я не менял сенсу в прицеле. Вот мне как было, так и нравится. Насчет настроек, раз ты самого я всех рассказал, давайте перейдем к консольным биндам. Я использую несколько биндов и консольных команд по типу Headler. Вот. Headler. Так пишите. В базовом состоянии оно стоит в 1. Показываю, что это вообще такое. Вот у вас есть Alt. Когда вы поворачиваетесь и отпускаете Alt, он у вас, видите, плавно идет. То есть медленно, долго. И, например, вы идете, смотрите Альтом типа. Увидели? У вас пока долго картинка дойдет, и вы не сможете перевестись. Если мы пишем Headler и ставим 20, у вас Alt будет быстрый. То есть он в моменте возвращается. Там буквально секундочка. Он возвращает в секунду. То есть если вы увидели, оп, все, перевелись. у вас не затратит никакого времени. Потом. Еще. Что я использую? GC-буфер. Объясняю, как она работает. GC-буфер это такой параметр, который выделяет вашу оперативку под Rust. На экране я выведу, какие значения надо ставить под вашу, под вашу количество оперативки. У меня вот стоит 20-40. Это под мои 16 оперативки. Вот. Еще я использую бинт на смену рук. Это уже бинт, так сказать, для красоты, грубо говоря. Кому понравится, кому нет, кому надо, кому нет. Забыл добавить. Хочу вам рассказать еще про такую команду, как VM FofScale. Я тоже оставлю в описании. Это команда отвечает за дальность рук. Если вы ставите 0, у вас будут такие длинные руки, как у меня. Если вы ставите 1, то есть true, то у вас будут ближние руки. Кому как нравится, я лично использую дальние. Вот. 0. То есть. А еще я вам хочу рассказать про параметры запуска в Rust. Заходим в Steam, нажимаем свойства. Тут у нас вот первая вкладка общая, параметры запуска. Эти параметры запуска я ставлю у себя в описании. Так, еще я вам хочу рассказать, как поставить кастом на разрешение в Rust. Потому что после обновы, обновы 2, 3 назад, наверное, убрали такую функцию, как полноэкранный в окне режим. серая в Rust. У нас есть экран. Видите, у нас только тут фуллскрин. Полноэкранного в окне нет, то есть мы не можем поставить 4 на 3, чтобы у нас было только вот в игре. Если мы вот ставим в игре, например, вот любое разрешение, 1440, у нас появляется вот такое. То есть, объясняю, как исправить это. Конечно, метод такой себе, раньше было лучше, но придется потерпеть, если вы хотите играть в 4 на 3. Кликаем по рабочему столу правой кнопкой мыши, нажимаем панель управления NVIDIA. Вот, у нас вкладка есть изменение разрешения. Заходим в него, нажимаем настройки. Нажимаем создать пользовательские разрешения. После чего мы нажимаем, например, сюда и пишем. Так, не знаю, какое вы хотите. 1450, например, это, на рандом цифре пишу, на 1777. Нажимаете тест, оно у вас применяется на 15 секунд, чтобы вы посмотрели, как оно выглядит и дальше подтверждаете, после чего оно сохраняется вот сюда. Вы мотаете в самый верх и вот у вас пользовательские разрешения. Нажимаете на ваши, которые вы хотите, вот, например, вот я поставил сюда. Бамс, у вас стоит 4 на 3, которые вы хотели. Пользательские разрешения. Насчет яркости моей картинки. Я использую вот эту функцию панели NVIDIA регулировка параметров цвета рабочего стола. Вот мои настройки. Копируйте. Ну, у вас вот это будет стоять по стандарту. Я лично выкручиваю только вот эти две плашки. Вот эта интенсивность отвечает за контрастность картинки. Это ничего, я, грубо говоря, просто так выкручиваю, потому что мне так нравится. и да, если хочешь посмотреть на мои настройки в действии, то заходи на мой YouTube канал и открывай мой новый ролик с нарезками по киллам. И да, еще хочу для вас разыграть бороду за 2,5 бакса. Условия, подписка, лайк и комментарии на этом и дольше. Спасибо.